Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Руссущественники». Прошло много времени с тех пор, как я снимал интервью о каком-нибудь языке. Сегодня мы поговорим о селькубском языке. Как обычно, сегодняшний гость, носитель этого языка, она является президентом Томской региональной общественной организации «Союз карьерных масс малочисленных народов Северо-Томской области». Добро пожаловать, Ирина Корабейникова. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, сначала, расскажите, пожалуйста, для тех, кто ничего не знает о селькубах и их языке, кто они? Селькубы – это коренные малочисленные народы Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Селькубы делятся на северных и южных. Северные селькубы проживают в Туруханском, Красноселькубском, Тазовском районе Красноярского края. А у нас в Томской области во всех северных районах проживают тоже селькубы. И у них есть само название. Мы себя называем Чумолкупы. Чошкупы есть, Иванкина, и у них другой диалект. Есть усюкумы – это кецкие селькубы. Вообще диалектов у нас много. И васюганские, кецкие, тымские, нарымские. Вот наш – это будет нарымский язык. Основными занятиями у селькупа было рыболовство, охота, сбор гикоросов, ягоды, кедровые шишки. В последнее время стали грибы собирать. А раньше считалось, что грибы – это еда для животных, это лекарство для животных. В Томской области язык как-то почти не сохранился. И его начинают возрождать в 1990 году. А вот если сравнить с северными селькупами, там очень хорошо сохранился. Там в семьях разговаривают. И песни поют. И сказки пишут. Ну, где-то в общей сложности селькупов где-то 4,5 тысячи человек всего на всем земном шаре. Вместе с северными, вместе с южными селькупами. Ну, вот так вот. Передача родного языка младшим поколениям почти прекратилась. Потому что старые люди уже уходят. Среднее поколение не знает своего родного языка. Поэтому начинаем, ну, как бы с нуля. А как селькупы живут? Сколько селькупов еще живет на природе за городом? Или большинство живут по городам? Ну, если всего нас примерно 4,5 тысячи селькупов, то на природе, в населенных пунктах примерно, я думаю, 3,5 тысячи, наверное, проживают. Вот. Я знаю, что у северных селькупов преподается селькуповский язык в школе. Вот. А у нас как-то давно было еще в 1932 году когда-то было преподавание. А теперь у нас все утеряно в школах, не преподается, только кружки. А те люди, которые живут по берегам рек, озер, они также занимаются рыбалкой, охотой, сбором дикоросов. Ну, а те люди, которые живут в городе, они живут так же, как все остальные дома, квартиры. А селькупы, которые живут в природе, они хорошо сохраняют свой язык? Или они только говорят по-селькупски? Нет. Сейчас почти все разговаривают на русском языке. Целое поколение, вот наше поколение, не знали своего родного языка, потому что много у нас было межнациональных браков. Русские с селькупами, русские с немцами, например. И поэтому как-то в семьях мало разговаривали. Если вот сейчас взять на сегодняшний день нас, носителей родного языка, да меньше десятка осталось. Меньше десятка. Вот. Да. Расскажите немножко о себе. Как вы сами сохраняете свой язык? Было сложно сохранять его в детстве, например? Свой родной язык я знаю с детства. Когда я писала родословную свою, у меня восемь поколений, все селькупы. И бабушки, и дедушки, и родители. Все разговаривали на своем родном языке. И мы, шестеро детей, тоже понимали и тоже отвечали по-селькупски. Ну, так как мы в садик ходили, в школу ходили, все равно надо знать русский язык. В интернате народов севера, где обучались ребятишки, ну, там, может быть, два-три человека только знали свой родной язык. Я, как только научилась писать в школе, стала записывать. Бабушку все время просила. Бабушка, давай запишем, мы сегодня будем писать животных, домашних животных, потом лесных, потом рыб, птичек, растения, животных и прочее, в общем. И поэтому, может быть, потому что я записывала с первого, наверное, класса, я запомнила многое. Ну, и в семье, в домашнем обиходе постоянно звучал родной язык. В школе язык не преподавался, в школе никогда не преподавался, в интернате тоже. Вот когда-то было, в 1932 году, супруги Проковьевы пытались написать словарь, словарь, букварь на одном диалекте, но он почему-то не прижился, потому что это был один единственный диалект селькубского языка. А диалектов я говорила много. На Китин одни живут, по-другому разговаривают. На Аби по-другому разговаривают. В общем, по речкам. И селькуб вы такой букварь просто не приняли. Может быть, один, два года говорили, что этот букварь просуществовал, и все. И с той поры у нас не было, ну, до 1990 года не было никаких букварей, словарей, разговорников и пособий для учителей не было. Я немножко потом, попозже расскажу, что у нас началось с созданием организации. Да. А вы сами работали преподавательницей селькубского языка? Я немножко... Я всю жизнь работала учительницей начальных классов, а селькубский язык преподавать стала только в Доме детского творчества. И это не как урок, это как занятие с детьми, которые приходят чему-то обучиться. Кто вышивать, кто шить, кто там что-то мастерить. А эти дети приходили, чтобы ко мне, чтобы изучить свой родной язык, язык предков уже, и о культуре что-то узнать. Я, ну, лет 10, наверное, работала в Доме детского творчества. Но это, опять же, не урок, а просто кружок. Самой пришлось мне писать программу преподавания. Я сначала на один год написала, потом на второй год. В общем, она у меня была трёхлетнего обучения, и в первой группе были те дети, дети моих одноклассников. Теперь они уже все выросли, теперь уже многие стали дедушками и бабушками. Вот так. Ну, кто-то что-то помнит. Это очень интересно было. Интересно было детям тем, у кого дома есть практика, у кого-то бабушка разговаривала, у кого-то дедушка разговаривал, у кого-то, может, родители немножко знали. А если никто не говорит дома, то, конечно, ребёнок за неделю забывал то, что он изучал на занятиях в Доме детского творчества. Вы сами написали книги сиркубского языка, как я понял. Да, я написала несколько книг на сиркубском языке. Так, первую, можно сказать. Хотелось очень, чтобы объединить все воедино, собрать рассказы, сказки, а не на сиркубском языке и на русском языке, вот в этом сборнике. Вот это была опубликована книга в Томске. Вторая такая же книга, сказки и рассказы сиркубки Ирины, была опубликована в городе Саппора, Япония. У нас даже часто приезжали учёные, лингвисты из разных учебных заведений, из разных стран, за сбором языкового, этнографического материала. И вот Иху Нагасаки решила выучить сиркубский язык. И настолько хорошо она его выучила, что стала редактором моей книги. Потом ещё мы... Я выпустила из города, из Гамбурга, из Гамбургского, в Института финного управления мне прислали сказку про национального героя Итчу. Я эту сказку перевела на сиркубский язык. А фотографии, картинки, книги, сделал томский художник. Хорошие такие картинки, интересные картинки в этой книге. Значит, воедино собрали мы также песни наши, песни нарымских сиркубов. Здесь прямо с нотами, слова на сиркубском, на русском языке. Есть гимн, который мы всегда начинаем исполнять на каких-то мероприятиях, праздниках, встречах. Гимн написала Вера Петровна Тузакова. Это тоже сиркубка наша. Не так давно вышла свет книжка, сиркубско-русский детский картинный словарь. Мы когда-то объявляли конкурс детских рисунков. Детишки из всех северных районов участвовали в этом конкурсе. И их работы помещены вот в этой книге. Дети очень радовались, что их книги поместили в сиркубско-русском детском картинном словаре. Каждый ребенок получил такой словарь и диплом. Первый, второй, третий степень. У нас тоже есть кружок в Томске. Ну, создано общественное объединение. И мы собираем, и мы пишем. Каждый, кто изучает сиркубский язык, пишет свои рассказы, стихи. И публикуем вот в таких вот самодельных книжках. Нагреш Котунджи. Это пишем сами. Вот такая книжка. Вот еще такая книжка. А недавно мы стали выпускать информационный вестник. В этом информационном вестнике мы тоже не только указы, постановления, законы какие-то для народов Сербера. Но еще мы пишем здесь рассказы, сказки на сиркубском языке. Вот второй побольше вышел. О всех мероприятиях здесь пишем. И тоже на сиркубском языке публикуем. И потом отправляем куда-то электронной почтой, а куда-то и в бумажном варианте. Вот такие вот. Это прямо газета. Газета получилась у нас как журнал. О семье, о родственных отношениях пишут. Кто-то переводит уже, может, а кто-то еще заприняется. Такая вот интересная работа у нас проходит в нашей Томской региональной общественной организации. Да. Давайте расскажите об организации Союза коренных масс малочисленных народов Северо-Томской области. Что вы там делаете? Ну, чтобы сохранить язык, культуру. Поэтому и создали Томскую региональную общественную организацию Союз КомНС Томской области. Кружки по изучению сиркубского языка проходят. Ежегодно у нас проводится фестиваль коренных малочисленных народов Севера. Сиркубский был фестиваль сначала в Парабельском районе. А потом стали приглашать и хантов, и манси, и венки, даже хакасы, алтайцы, другие народы. Вот. Я говорила, что много песен написано, музыка звучит, там шьются национальные костюмы, проводятся обряды, готовятся национальные блюда, и проводим экскурсии по музею. Музей под открытым небом называется Чумов Чвыч, Сиркубская земля. В Парабеле создан вокально-хореографический ансамбль «Варкара», где молодежь танцует сиркубские и других народов северных танцы. Мы поем песни, люди старшего поколения поют песни. Недавно наши ребята на областном конкурсе национальных танцев песен заняли первое место. Можно поздравить наших танцоров с победой. И уже начали подготовку к 16-му межрегиональному фестивалю коренных малочисленных народов севера. Еще мы сохраняем или добиваемся каких-то какие-то права, чтобы были, какие-то льготы для коренных малочисленных народов севера. Встречаемся с учеными, проводим разные мероприятия, конференции, например, семинары. И в Парабеле у нас тоже после фестиваля Этюды Севера проводится конференция по языку и по культуре. Парабельские сиркубские чтения, в которые участвуют не только сиркубы, не только народы Севера, но приезжают ученые, лингвисты из Томска, из Педа университета, из Москвы, из Венгрии, Германии, Японии, потому что мы сотрудничаем с ними, поэтому они приезжают нам не только на фестиваль, но и участвуют в нашей конференции по языку. очень хорошо мы сотрудничаем с лабораторией языков народа в Сибири, Томского педа университета. И когда нам какие-то мероприятия нужно проводить, например, праздник родного языка, нам предоставляют помещение, читальный зал или актовый зал, где мы поем свой гимн, где мы показываем инценировки, танцуем, поем, рассказываем сказки, с переводом на русский язык и показываем какие-то слайды тех людей, которые не смогли приехать на наш праздник. Разнообразная работа ведется в Томской региональной общественной организации. Много иностранцев интересуются селикуб культурам языком и языком, некоторые хотели изучать кселикубский язык. Знаете, впервые нам ехал в Томск и мы познакомились на конференции на ледоневских чтениях в этом университете с профессором Яношем Кустой из Венгрии. он попросил и группа из Томского федерниверситета попросили посетить всех носителей селикубского языка. В ту пору было еще много, около трех десятков человек в Парабельском районе Томской области носителей языка. Ну вот мы проехали по всем населенным пунктам и в городе Саппора был издан вот такой кселикубский разговорник. У нас ведь не было никаких учебных пособий и вот по этому пособию и еще по книге шешку и букварь мы изучали в Доме детского творчества кселикубский язык. То есть Янош Пустые там где он работал они тоже когда-то проводили конференции и меня пригласили на эту конференцию чтобы я рассказала как у нас идут дела по культуре селькупов по изучению селькупского языка. Ну вот я ездила и вот такие вот ну всего сколько 80 штук наверное на селькупском языке и 80 штук на немецком языке. Гамбургский институт киноугроведения тоже специалисты приезжают в Томские университеты проводят конференции приглашают носителей мало же нас носителей досталось ну вот и хочется им пообщаться и я тоже бывала в Гамбурге и мы там сотрудничали я слушала сказки собранные учеными в 20 веке даже может быть в конце 19 слушала записывала и все понимала я только не бралась за северный диалект а вот тымский кетский досуданский иванкинский нарымский они как-то понятны сложнее было с кетским языком кетским диалектом а северные это вообще для меня сложно непонятно потому что они живут там в Красноярском крае и в Тюменской области и может быть они из немецкого языка что-то позаимствовали то что мы не знаем все эти диалекты очень разные вы не понимаете все диалекты или они очень разные я северный диалект не понимаю когда-то мы я была на фестивале ой как называется в общем на фестивале я была в городе Таркас-Але на Ямале и мы прошлись с методистом по селькубской культуре ну к селькубам в гости ходили но все они разговаривают на своем родном языке я вам спрошу а почему вы не разговариваете на русском языке а не было ну пусть русские разговаривают а мы будем свой родной язык на своем родном языке разговаривать то есть многое да вообще почти ничего не понятно а если вот Иванкинский на Иванкинском диалекте разговаривают я понимаю я понимаю также и тымский диалект кецкий немножко там посложнее ну понять можно разобраться можно и перевести какую-то сказку рассказ или историю это важно сказать что это разница между кецкий диалект селькубского языка и кецкий язык это два другая языка кецкий диалект это те селькуб где живут на реке на реке кеке 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 это верхнекетский район а кеты это другой народ селькуб ну и еще мы же начали работу 1989 года когда у нас был первый съезд коренных малочисленных народов северо-томской области и вот тогда меня избрали комиссию по возрождению письменности я вообще не знала с чего начать с чего начать обыкновенные учительные начальных классов я тогда взяла русский язык в картинках и стала карандашом писать под каждой картинкой то что я помню там медведь корк лиса бога заяц нева и прочее я просто вспоминала могу ли я что-то помню ли я когда наши родители дедушки и бабушки уже умерли разговаривать было не с кем мне у кого было спросить многое забылось ну а тут когда я начала вспоминать когда начала записывать под картинками сна а оно вспоминается то что есть где-то вспоминается и вот сейчас иногда перевожу какие-то сказки рассказы забываются многие слова а потом а потом я стараюсь вспомнить ту ситуацию когда может быть я слышала когда-то это слово это выражение может быть это предложение от родителей или от бабушек и вспоминается в общем а теперь уже много разных словарей на всех диалектах и русско-селькубские и селькубско-русские разные можно даже и взглянуть и вспомнить а вот этот словарь мы сделали для ребятишек которым будет интересно начать изучать язык их дедушек бабушек и прадедушек прабабушек картинки очень интересные красивые она вообще книжка-то красочная и многие уже получили и так радуются что там их рисунки и какие-то слова стараются запомнить ну вот такая вот работа у нас как часто вы сами говорите по селькубски ну по селькубски стараемся говорить и по телефону и когда встречаемся с женщинами на занятиях по декоративно-прикладному творчеству когда проводим какие-то мероприятия вот у нас завтра будет радостная встреча мы получили помещение в областном доме искусств для изучения селькубского языка там в этом помещении и для занятий по декоративно-прикладному творчеству конечно и там будет звучать селькубская речь и там мы будем и здороваться и что-то рассказывать и люди будут слушать вспоминать запоминать записывать вот некоторые изучают самостоятельно язык по книгам по вот этим разговорникам по словарям и сами стараются писать мемуары о себе вспоминания в вашем группе молодые люди молодых нашей группе мало есть есть они на пасе например где еще пока не начали изучать селькубский язык в парабельском районе в каргасовском там же опять видите там разные и ханты и венки и селькуб и разные национальности живут видите как во-первых нету специалистов которые могли бы организовать хотя бы кружок в школе не получится уроки проводить потому что у нас и скажем книг нету никаких учебных пособий для детей и для учителей а вот кружок даже кружок вести некому скажем прямо несколько человек которые не могут не могут они преподавать свой родной язык даже в кружке нужно готовить готовить людей может быть молодых учителей но так как даже в высших учебных заведениях у нас не преподается язык как раньше это было было в лаборатории языков народов Сибири а теперь такого нет и очень сложно готовить преподавателей достаточно ли достаточно ли делается чтобы сохранять циркубский язык ну я думаю я думаю что конечно недостаточно можно бы было и университете начать преподавание циркубского языка я так думаю там специалисты у нас циркубского музыка можно бы было обучать студентов циркубского музыка и подготовить преподавателей которые потом могли бы вести циркубский язык в северных районах ну однако в Санкт-Петербургском институте народов севера там обучают циркубского музыку и вот в этом году у нас собирается одна девочка поступать туда институт народов севера чтобы изучить циркубский язык и потом приехать сюда в Томскую область и начать преподавание циркубского языка вот так да они которые иностранцы выучили циркубский язык вы знаете кто выучил циркубский язык конечно Ику Нагасаки из Японии она настолько хорошо выучила циркубский язык она часто каждый год приезжала нам в Томскую область и ездили к носителям и она хорошо изучила циркубский язык и вот книжку которую я показывала рассказы сказки циркубки Ирина она ее редактировала эту книжку редактировала и там в городе Саппора она была издана вот на циркубском и на русском языке ну еще может быть еще может быть несколько человек которые изучают наш родной язык например в Германии там есть ученые которые записывают сказки собранные учеными еще в 20 веке в начале 20 может даже в конце 19 века они собранные но они не не изданы еще нигде вот поэтому они их записывают отцепровывают и потом наверное будут они изданы эти сказки мне тоже пришлось несколько текстов переводить разные диалекты были сказал уже темский римский и банкинский диалект тоже приходилось переводить вот значит так Германия Япония там есть ученые которым интересен наш циркубский язык да это ну давайте немножко поговорим о самом языке у вас есть интересные факты о нем например о его грамматике да у нас циркубском языке есть некоторые необычные буквы которые я бы хотела сейчас вам показать и какой-нибудь пример привести вот например буква А А как прайс носится? Буква Э это звук средний между А и Я например слово Т На буква ИУ она как в английском языке звучит буква ИУ это что-то тоже произносится такой звук средний между буквой У и Ё например Слушать слышать Вечер Вечером Пюрге Друг и Я Буква ИУ Так Буква ИО Она произносится как что-то среднее между О и Ё Например ИОР ЖИР Я немножко повыше подниму ИО ДОТХАЙ Это СЛЕЗА И тут же буква Н Н В ДОС так она говорится Например ННГА СТОИ или ННГА ННГА ГЛАДШИЯ СЕСТРА Ещё буква ЧЕ Она твёрдо звучит Твёрдо звучит Произносится как русское твёрдо согласно ЧЕ Например ЧИН Кровеносные сосуды ЖИЛА ЧУГУ Выстрелить Буква ДЖ Буква вот эта вот ДЖ Она произносится как ДЖ Как ДЖ Например ПЮЧИДЖЕ ПАРЕН ХАДЖИМБА КУСИТЬ МАДЖИ ТАЙГА Ну и ещё одна буква необычная Буква К Буква Например Произносится как русский согласный КЕ но артикуляция более задняя КЕ КЛГУ Грустить Скучать Печалиться Ещё что можно сказать Что в селькубском языке на римском диалекте селькубского языка различают тринадцать падежей И ещё у нас есть единственное двойственное и множественное число Например МАТ ЧАДЖАК Я иду Я одна иду Мы с вами вдвоём МИ ЧАДЖАЙ Мы с вами вдвоём идём А если третий человек присоединяется это уже много МИ ЧАДЖАУТ Ну и другие примеры МАТАМДАК МИ АМДАЙ А ТАБЛА АМДАДАТ Вот такое вот немножко необычные такие грамматика что ли или буквы такие вот да А ещё бы что хотелось мне здесь Ну наверное всё рассказала МАТАМДАТ финского языка венгерского языка и так далее И Вы знаете ли что им легко учить изучать сельгубский язык Я хотела опять рассказать про Яна Шапусте который из Венгрии из города Сан-Патхей приезжал к нам на Рымский край приезжал в Томскую область Мы проехали по всем деревням Парабельского района это Новосельцево Нельмач Заводской Окоп Нарым и другие где жили сельгубы которые говорили в ту пору хорошо на своём родном языке Ну и вот и он раз он книгу издавал я так считаю что он наверное всё-таки его и выучил и запомнил какие-то сельгубские слова выражения но вот мы больше с той пор виновенной не встречались когда он у нас бывал в экспедиции научно-исследовательской потом меня приглашали туда в город Самбатхей на конференцию по языку и по культуре всё больше с той поры мы и как-то и не встречались не встречались больше конечно им интересно конечно им интересно там приглашают на конференции финно-угорские народы это морицы мордваи ханты манси и селькупов тоже самодейский народ тоже приглашают на этой конференции и всем интересно ну интересны языки других народов послушать и узнать какая судьба у них мне кажется у нас похуже чем у хантов чем у других народов конечно у каждого народа свои проблемы и нехватка вот преподавателей и мало очень литературы ну учебная литература имеется ввиду для преподавания у кого-то очень хорошо преподавание ведется у северных селькупов ведется в школе преподавания а вот у нас я не знаю только на уровне кружков есть и молодые которые изучают селькуповский язык и тоже стараются других научить это тоже это тоже на уровне кружка вот как я еще ага да очень интересно на конце вы можете прочитать или спеть что-нибудь на селькуповском какой-нибудь рассказ или стихотворение например мне очень нравится легенда о происхождении селькуповского народа я ее стараюсь всегда рассказывать я вам сейчас тоже расскажу но Теперь на русский язык переведу. У нас у селькупов есть такая легенда. Бог, умывшись, тряхнул руками, и там, куда упали брызги, на берегах рек и озер поселились селькупы. Боги и духи помогали ловить рыбу, добывать зверя, держать кот, жить людьми на земле. Вот такая вот легенда о происхождении селькупского народа. Да, здорово, да. Но это, да, у меня интересная история, потому что я, когда я был в прошлом году в Салихарде, это, наверное, недалеко от Томского, но там я видел книгу, это книга законы, законы Ямала-Донецкого округа на селькупском языке. И это, это жалко, что почему, почему я не съел эту книгу, да. Ну, надо было попросить, можно и сейчас попросить, чтобы вам выслали эту книгу посылочкой, бандеролькой. Если вас какая-то книжка заинтересовала, я вам могу электронной почтой отправить, или даже просто книгу бандеролькой, если вам хотелось бы посмотреть наши рассказы, сказки на селькупском языке. А все книги, которые вы показывали, доступны в интернете, да? Да, на сайте Академии выставлены книги, и еще у меня в Одноклассниках три группы. Это «Этуды Севера», так называется наш фестиваль на Оскенном озере Парабелия, Томско-городская общественная организация «ПЕК-Хараль» и Томско-региональная общественная организация «Союз коренных малочисленных народов Севера Томской области». Куда входят? Все северные районы Томской области, и это городская общественная организация тоже. У нас есть и ханты, и венки, и селькупы, и чулымцы теперь влились тоже в областной союз. Вот три группы, значит, у нас в Одноклассниках. В Фейсбуке, в Ютубе есть, где выставляются сказки, записанные на видео. Мужчины, женщины, даже дети рассказывают сказки. Некоторые читают из книг, мы записываем их и выставляем на всеобщее обозрение, чтобы люди тоже слышали, запоминали, интересовались. Вот так. Достать, конечно, можно, в электронном варианте все книги есть. Ну, хорошо, да, я поставлю все ссылки в описании, да, потом, да. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Ну, отлично, да, я думаю, что это все. Спасибо огромное, что вы пришли на подкаст. Вам спасибо большое, что заинтересовались нашим родным языком. Да. А как сказать «до свидания» на селькупском? Это заимствовано из русского языка «прощайчоу», то есть «до свидания». Прощайчоу. Повторите. Ну, прощай. Прощай. По-русски «прощай». А по-селькупски «прощайчоу». Прощайчоу. До свидания. Прощайчоу. Прощайчоу. Да, хорошо, прощайчоу. До свидания. Прощайчоу. 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 Прощайчоу.